...значимый характер. Повышение топливной экономичности двигателя внутреннего сгорания неразрывно связано с постоянным стремлением конструкторов к увеличению степени сжатия, а значит, к росту температуры внутри двигателя. Это, в свою очередь, предъявляется более и более жестким требованием качества конструкционных материалов, а также качества моторных масел. Цель моей магистрской диссертации является создание энергосберегающего моторного масла на основе базового масла производства «Аутонека» и его испытания и опционизации состава. Задачу вы можете видеть на слайде. Объектами исследования моей работы являются базовое масло ВИА-4 производства «Аутонека», присадки загустителей «Инфиниум» и комплексы присадок «Афтон». Также и другие объекты, необходимые для дальнейшего исследования в ходе моей работы. На начальном этапе было проведено исследование химического состава физико-химических характеристик эксплуатационных свойств масла ВИА-4 производства «Аутонека». На данном слайде вы можете видеть групповой углеводородный состав масла ВИА-4, выполненный методом жидкостной хроматографии. Исследование химического состава говорит о высокой конверсии сырья в процессе изомеризации. Также хороший химический состав обеспечивает маслу высокие физико-химические характеристики. На данном слайде проведены сравнительные физико-химические характеристики масла ВИА-4. Особенно внимательно себя обращает индекс вязкости, высокий, что говорит о том, что из данного масла могут получиться энергосберегающие масла высокого качества. Следующим этапом служит смешение масла ВИА-4 с комплексом присадок «Аутон» и с присадками загустительных инфиниумов. Образки различных рецептур вы также можете видеть на слайде. Далее представлено было исследование физико-химических эксплуатационных характеристик данных образцов. Все образцы обладают высокими показателями качества, как вы можете видеть из данных таблиц. Далее была проведена оценка термоокислительной стабильности данных образцов. В целом все показатели изменились незначительно, что говорит о высокой термоокислительной стабильности данных образцов. Также для определения энергосберегающих свойств масла была проведена оценка антифрикционных свойств данных образцов. Как мы можем видеть из таблицы, наименьшим коэффициентом трения обладает первый образец, что говорит о том, что в комплексе присадок 571 содержится модификатор трения, который уменьшает этот эффекциент. Также мы можем заметить, что у третьего образца, так как трение снижается с повышением нагрузки. Это может связано с тем, что антифрикционные присадки адсорбируются на загустителе СВ-200, и при высокой температуре они адсорбируются, снова вступая в контакт трения с поверхностью. Известно, что эфирные масла добавляют в состав моторных массов для увеличения антифрикционных свойств. Также в моей работе было проведено исследование антифрикционных свойств эфирных масел, их влияние на антифрикционные свойства. Физико-химические характеристики эфирных масел представлены на данном слайде. таких как ди-изоактилсибиционата, триметилолкопановый эфир, эфиропентеритрита, дибутилфосфата, трибутилфосфата и трипсилинилфосфата. При введении 5% сложноэфирного компонента ДОС в лучший образец значительно улучшает антифрикционные свойства масел, сделанные на приборе СМП-2. Оценка влияния масел на топливную экономичность автомобиля проверялась методом сравнения с другими товарными маслами и путем прокрутки вала. Для этого был взят автомобиль Лада Веста с пробегом 35 тысяч километров и оборудован на нагрузочном барабанном стенде, оборудован электродвигателем 95,6 киловатт. Испытания проводились при прокрутке колес, соответствующие движения автомобиля равны 100 км в час. При этом автомобиль установили на тормозной стенд, слили масло, сменили систему смазки, промыли промывочной жидкостью, затем заменили фильтр. После этого залили масло в течение 15 минут прогревать до полного прогрева. Затем двигатель выключали, включали четвертую передачу и прокручивали колеса валом. Прокручивали колеса валом. Прокручивали колеса валом в течение 5 минут, измеряя общее динамическое сопротивление колесо-трансмиссия двигателя. При этом источной спитой 0,2 ньютон-метров. Затем испытания завершали, сливали масло, промывали промывочную жидкостью, установили полигликозий, заменяли фильтр. При этом трение колесо-вал и трение башни частично не учитывалось. Как насосное трение и на вспомогательных механизмах трение учитывалось полностью. Проведенные исследования позволяют определить влияние моторных масел на топливную экономичность двигателя автомобиля. Также на данном слайде приведен тепловой баланс двигателя, необходимый для расчета эффективной мощности автомобиля. Как мы видим, разница в расходе топлива при применении масла М8В и лучшего из испытанных образцов составит 1,26%. Для полностью синтетического масла МОБЛ-1, содержащего модификатора трения, сложный эфир и этот показатель составит 1,92%. Испытание образца с добавлением эфира на стенде, добавление ДОС, что по экономике топлива почти не уступает товарному маслу МОБЛ-1, расчет на экономию топлива составит 1,88%. Все выводы представлены на слайде, спасибо за внимание. Жду ваших вопросов. Спасибо, Виталий. Виталий Чичев, пожалуйста, вопросы. Здорово, пожалуйста. Общее сопротивление динамической цепи по параметру общего динамика. Расчет эффективной мощности, где индикаторная мощность служила как основным параметром. А какие факторы характеристики массы влияют на эффективную мощность? Еще раз. Виталий Чичев, вязкость, индекс вязкости, также прокачиваемые среди моторного масла. Какие показатели качества? Какие компания-то марта себя лучше проявили для повышения энергетических цепей? А, ну это загустители, которые увеличивают вязкость при высоких температурах, также низкая вязкость при запуске двигателя. Также модификаторы трения, то есть присадки, антикислительные присадки, все присадки, которые представлены в пакете, комплексом в пакете автом, все не учитываясь на энергосберегающих энергопережениях. Так, еще вопрос, пожалуйста. Так, у меня вот вопрос. Вы, у вас энергосберегающие моторные масла, то есть как бы во множественном числе, но вы, я понимаю, одно масло как-то использовали, да? Нет, почему? Мы испытывали множество масла, вот, а данные представлены на бразерке, там простые все вот. Я вот... А вот композицию вы делали каким образом? Это не товарная сумаска, это ваша разработка? Ну, да. И, значит, вот этот стенд я не очень соображаю. Тормозной стенд? Он, в принципе, как на нем это можно определить? Хорошо. Смотрите, тормозной стенд, в принципе, нужен для проверки эффективности тормозов, правильно? Вот так же мы сделали так, чтобы можно было проверить влияние моторных масел на экономичность двигателя в плане. То есть мы двигатель не включали, прокручивали колеса. Тем самым возникало вот общее сопротивление динамическим цепей колеса, тормозов, миссия двигателя. Я понимаю, мне кажется, теоретически это очень сложно поймать, там экономию, за счет того, что я... Нет, почему? Ну, например, на стенде один стоит, он, я понимаю, работает, вот меня сейчас поправит, а там, как, в первую очередь, потому что он владеет этим вопросом. Значит, ну вот, касательно стенда, вот он приводного, и двигатель не работает, а противник там экономии. Прокрутка вала, я дергал, вала, прокрутка вала в колесах, то есть валом прокручиваются колеса. И при этом на датчиках все равно указывается сопротивление, которое возникает. И что бы там, вот, в случае этого стенда, вот какой, процент экономии топлива, как-то, гипотетически обновили? Да, вот смотрите, за базу, как бы, за масло, которое М8В, да, у Буйборгского завода, компания Роснец, оно бралось как эталон, можно так сказать, не энергосберегающего масла. А с того сравнения? Да, и дальше сравнивались, вот, Могл-1, полностью синтетическое, и вот наши образцы. То есть, там, бывали, где-то там заливались, Могл-1, и прокручивали опять это все дело? Да, да. А где это все происходило? Ну, мы приезжали в Заград, где... Да, это полигон. Полигон, да, где тормоза проверяют автомобиль. Это Дмитровский полигон. Честно сказать, не помню. Хорошо, а еще вопрос. Куполовый режим работает не везет, маневр. Куполовый режим работает не везет. 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 При какой температуре вы сразу же... Я понял. Рабочий по-разному. По-разному. Продолжаем. Если честно, я пока не могу прикинуть. вопрос мы хотели полностью как бы систему смазки промыть и чтобы другие компоненты массы например могла один компонент который вы промываете он оставался или нет а он сливался двигает полосная машина которая 100% не сливается поэтому для чистоты эксперимента надо будет промывать маслом подлежащим ага понятно напишу вам еще один вопрос есть один слайд вопрос там где вы очистлены масла да пожалуйста после того как вы масло очислены его весы за исключением млд упал да а возможно деструкция без вескостной присадки то так какой вымот сделать на точке из фотографии ну быстрее как правило что это выучит на момент это так как произошла деструкция искусственной присадки поэтому уменьшилась кинетическая вязкость и все вязкости кроме не нервы но да хорошо значит вопрос еще вот значит работа интересная вот говорят что если поставить автомобиль на стенду отрегулировать тормоза сделать регулировку все эти параметры это тоже влияет безусловно я понимаю что вы на стенду ставите автомобиль вот вот тянут как положено и видите значит как-то объявили как вы не не нет это может спасибо вопросы есть спасибо 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 дейм 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 добрый день уважаемые члены депутатной комиссии ваше внимание представляется работа на тему исследования нигарячих гидравлических жидкостей гидравлические жидкости используются в В качестве рабочего тела в различного рода гидравлических системах, в которых необходимое усилие передается через жидкую среду для приведения в действие исполнительных механизмов. Данная работа посвящена именно негорючим гидравлическим жидкостям, так как не раз происходили несчастные случаи, связанные с повреждениями гидросистемы и использованием неогнестойких рабочих жидкостей, поэтому возникает острая необходимость в разработке именно негорючих гидравлических жидкостей. Цель настоящей работы – это разработка рецептуры мульсола для приготовления огнестойко-подосмешиваемой гидравлической жидкости на основе отечественных компонентов. Для достижения данной цели решали следующие задачи – это анализ научно-технической литературы по разработке негорючих жидкостей, подбор компонентов в различном процентном соотношении для получения мульсолов и мульсий на их основе, и исследование физико-климических характеристик негорючих жидкостей. Актуальность данной работы заключается в следующем. В настоящее время в Российской Федерации угольная промышленность получила существенную рецептуризацию. Добыча твердого полезного ископаемого шахтным способом постоянно увеличивается, а негорючие гидравлические жидкости используются непосредственно в шахтных трепях. Плюс ко всему мы использовали отечественные компоненты, тем самым удовлетворяя экономическую составляющую отрасль. Принципиальные схемы гидравлической системы промышленного образца и генетичные друг с другом – одна из таких схем представлена на слайде. И вся работа гидравлической системы промышленного образца построена на принципах жидкостного рычага. Жидкость попадает в насос под действием силы тяжести, далее от насоса к распределительному клапану, от распределительного клапана к поршню цилиндра и создает давление. Пунктные насосы в таких системах заключаются не в всасывании жидкости, а в перемещении ее объема. И таким образом давление создается не за счет работы насоса, а под нагрузкой от поршня. Гидравлический привод является основным конструкционным элементом любой гидравлической системы. И он, естественно, не функционирует без жидкости среды, поэтому к гидравлическим жидкостям, гидравлические жидкости должны обладать следующими характеристиками. Это передача энергии, минимизация износа поверхности и скольжения в условиях граничного твения, защита конструкционных материалов от коррозии, применение в широком диапазоне температур, обеспечение хороших вязковых температурных свойств, а также увеличение сроков службы машин и оборудования. По вторичным характеристикам относятся высокая окислительная стабильность, хорошая рационная способность, низкое вспенивание, хорошая термическая стабильность, инертность к менталам, вододеление. И третичные характеристики это низкая испаряемость, токсикологическая безвредность и экологическая безопасность. Использование негорючих гидравлических жидкостей обязательно в подземных работах угольной промышленности, так как любые повреждения гидросистемы могут привести к ростуру масла, образованию аэрозолей и, соответственно, они способны воспламениться или даже взорваться при любых источниках возгорания. Поэтому в целях сокращения таких пожаров были разработаны негорючие гидравлические жидкости, конспекации которых вы можете ознакомиться на слайде. Классификация на сегодняшний день на уровне стандарт ISO 6743-4 относит все гидравлические жидкости к категории HF, которые в свою очередь подразделяются на подгруппы. Это рабочие жидкости на водной основе HFAC, HFD и HFAC, и не содержащие воды синтетические работы жидкости HFDA, HFDU. В данной работе исследовались жидкости типа HFAC, которые применяются на предприятиях угленной промышленности в подъемных условиях. Водные гидравлические жидкости типа HFAC разделяются на две подгруппы, это HFAC и HFAC. Концентраты HFAC состоят до 70% из воды, до 20% из гликоля и плюс присадки. Концентраты типа HFAC могут состоять на 40% из воды или на 80% из базового масла, и будут содержать две комплексы мульгаторов. На слайде представлен ассортимент современных недоречих жидкостей типа HFAC, который представлен такими зарубежными компаниями, как HALPEN, COPS и TOTALIC. Объектами исследования в данной работе стали компоненты, представленные на слайде, которые смешивались в различных процентных соотношениях, и в результате было получено 6 образцов мульсол. И для определения, соответственно, физико-химических характеристик использовались методы, представленные на слайде. На данном слайде представлены составы полученных мульсолов. После приготовления мульсолов были приготовлены им 2% вводные мульси и исследованы физико-химические характеристики. Результаты представлены на слайде. Данные образцы мульсолов были отправлены в Кемеровскую область для испытания в качестве удалючих жестких и механизированных шахтных клей. Использовались в виде 2% эмульсии в жесткой воде. И результаты проверки представлены на слайде. Мульсол 1 показал хорошие результаты по смазывающим и защитным свойствам гидросистемы. Эмульсии получили стабильные, высокие в биопоражении. Однако на гидрогических штоках были замечены очаги коррозии. И по противоизносным свойствам эмульсия на основе мульсола 1 уступает эмульсиям на основе импортного продукта хаук. Аналогичные результаты получила эмульсия на основе мульсола 2. Эмульсия на основе мульсола 3 показала несколько лучшие результаты по защитным свойствам. Однако вызвала раздражение кожных покровов работающего персонала и в некоторых случаях даже раздражение слизистых оболочек. Эмульсия на основе мульсола 4 уделила повышенную склонность к вспениванию. Самый лучший результат были получены при работе на эмульсиях 5 и 6. Особенно эмульсия на основе мульсола 6. Она была признана по итогам испытаний оптимальной. И эмульсия на ее основе универсальна для использования в качестве горячей гидравлической жидкости для шахтного оборудования. Рекомендуемая концентрация от 2 до 5 объемов процентов. Себесоленность по итогу разработанных эмульсолов получилась в 3 раза ниже цены эмульсола производства фукс и в 4 раза ниже производства эмульсола на основе продукта хаута. И были сделаны следующие выводы. А именно, разработана рецептура эмульсола для приготовления негорючих гидравлических жидкостей путем получения 2% водных эмульсий. Эмульсол на основе отечественных компонентов по себестоимости при разрешении импортных аналогов. И по основным технологическим характеристикам эмульсии на основе отечественного эмульсола. и уступает зарубежным аналогам для применения в качестве основанного горючих и термических жидкостей до шахтного оборудования. Спасибо за внимание. Готовы ответить на ваши вопросы. Спасибо, Юлия Дмитриевна. Пожалуйста, вопросы. Можно? Да. Вы в конце сказали, что для обеспечения номер 4, при системе обеспечения было в том, что получено стойкость изменений. На слайде веки результате оценивание с пенерием, и в конце сказали, что на настоящее свойство не отвечает. Спасибо, пожалуйста. Спасибо, Юлия Дмитриевна. Еще раз. Мусол 4, да? Да. То есть в конце мы делаем вывод, что Мусол 4 получено в течение. Мы встретимся с здесь. У меня это помогили заставить. Вы, если вы склонны, я вам собираюсь. Мусол 4, покажи. Да. Еще вопрос, пожалуйста. Юлия Дмитриевна. Я вот не совсем понял, но... Мусол — это гидравлическая жидкость вообще. Мусол — это концентрат. Когда гидравлическая жидкость состоит на 95% воды и 5% вот этого концентрата мусол. Мусол. Либо на 5%... Понятно. Значит, вот эта композиция, вода эмульцола, она выливается в гидравлическую систему. Да, да, и она работает как гидравлическую систему. Да, значит, ну, гидравлическая система там даже не течет, ничего не подтекает. Я не понял, почему раздражение кожных вокруг. Нет, оно как раз-таки все там подтекает, потому что... Ну, да, потому что гидравлическая кредуля... Ну, вот этот гидравлический шток, и он соединен... Да, значит, конструкция и сальник, вот. И вот этот сальник, ну, там потекает, да, там давление высокое, и оно двигается вверх-вниз, постоянно ложит в движение. Если там он просто сотрудник подойдет, то будет раздражение слить. Ну, да, летом времени он будет там снимать эту крышку, запачкать в клубке, там, где. А плюс ко всему, там высоко влажность, испаряемость, то есть раздражение слить. В любом случае, это для тебя не будет это сновидение. А вы туда не пускали? Нет, нас не пускали туда, мы пускали отправляли, да, но уже... Ну, хорошо, спасибо, пожалуйста, еще вот. Можно еще вопрос? Да, у вас испытания проводились под дождь и братом? Под дождь и братом? Под дождь и братом? Да, она так... Да, она была... Да, да, она... Да, она так... Спасибо. 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 После установки гидрокрекинга он оптимальным вариантом он поступает в реактор изодопрофинизации. То есть установка производства масел. Но если на предприятии нет такого установки, то он может использовать в качестве сырья каталитического коллеги. Но это хорошее сырье с низким содержанием серы. То есть качественно. То есть масляные фракции? Да, масляные фракции можно получать. Различные газки. А вот скажите, пожалуйста, на этих заводах, которые Вы обозначили, мне так очень понравится, значит там первую группу уже вообще не выпускают? Выпускают. На Ярославском выпускают, да. Ну, на Ярославском в принципе сейчас нет плохо масел, он сконсервирован. Но вот для них есть сейчас в перспективе, как возобновить его, еще плюс третью группу производить. Это большой скачок. А насколько, ну блин, приблизительно, процесс получения первой группы дешевле, чем вот третью, вторую, там третью? То есть себестоимость дешевле первая группа примерно в два раза. Да, но качество получения продукции позволяет получать его по высокой опытовой цене. В результате выручки покупается очень быстро. Ну, да, да, все правильно, я понимаю, вот такой важный вопрос. Значит, потребителю в комбинистере не было, значит, масло первая группа, база там третья группа. Так, срок смены масла все равно будет, как завод? Ну, да, конечно, там, потому что добавляется пакет присадок еще. Но масла третья группа характеризуется высокотеремокисительной стабильностью. Благодаря этому будет меньше образоваться нагар и отложений при работе в дальнейшем. Поэтому отсюда следует, что срок будет запойдя к высшей автоматике. То есть, вы меня убили? Да, выше. Выдушая. Спасибо. Еще, пожалуйста, вопрос. Я вам поднялся о футболе, что в 14-15 классе. В 20-15 классе, в 20-15 классе, в 20-15 классе, в 20-15 классе. Да. Это предстоит, что в этой футболе, в 15-15 классе, в 20-15 классе. До сих пор, у нас два года, в 20-15 классе, в 20-15 классе, в 20-15 классе, в 20-15 классе. Правда, в факте, вот такой вот такие, если не надо, в 20-15 классе, в 20-15 классе, в порядке. Да, с вами согласен. Я эту информацию не беру, потому что боялась, что она досекречена. Но, видимо, уже нет. Как-то снизу чем? Почему не она получается выйти на такой технологический режим, чтобы среди, как генератор, в 20-15 классе? Ну, скорее всего, как я думаю, это все-таки высококикайшее молекулярные соединения содержатся, насыщенные в этих фракциях, шестерки, восьмерки, которые не позволяют снизить им температуру застывания. Однако катализатор из-за депротинизации, он обязан обеспечить эту изомеризацию. Как говорят сами работники этого предприятия, что у них просто бракованный катализатор оказался. Поэтому не происходит заданной изомеризации. Спасибо. И еще вот мой вопрос. А вот эти вторая фракция группа, а они внутри страны здесь или на экспорту? И внутри страны, и на экспорту. Ну, в мире спроса больше, чем в России. Но в перспективе тоже постепенно развитие идет в нашей стране. И скоро мы выйдем на данный уровень. Спасибо. Вопросов нету больше. Да? Представьтесь. Так, дорогие друзья, я вас прошу, уважающиеся, я даю акции в ваших докладах на 5 минут. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Приде Дима Торзок Дима Торзок Так, значит, Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. 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 Я не знаю. Я не знаю, что я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю, что я не знаю. Я не знаю. Я не знаю, что 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 я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Продолжение следует... 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 Из данной диаграммы видно, что образцы с использованием полиметакрилатной присадки имеют меньшую степень разрушения, нежели образцы с использованием ПИП и СВ-260. Видно, что образцы с СВ-260 и ПИП имеют степень разрушения от 10% и более изменений вязкости, в то время как образцы с загущающей присадки ПМА 1% и менее. Далее были построены зависимости вязкости различных масел от концентрации загустителя. На данной графике представлен загуститель полиметакрилат. Мы видим, что полиметакрилат сильнее всего загущает масла И-12. Также мы можем увидеть, какие концентрации таких масла необходимы для загущения в 32 класс вязкости. На данной слайде представлен полизабутилен 15 и его влияние на масла 1, 2 и 3 группы. Хорошо видно при содержании полизабутилена в количестве 5% массовых, что он сильнее всего загущает масла И-12. И последним является загуститель СВ-260. Хочется сказать, что загустителя СВ-260 требовалось меньше всего для загущения масла и попадания в необходимый класс вязкости. Далее было посчитано и произведено сравнение цен гидравлических масел с аналогами за евробочку в рублях. Где мы видим, что на базовых маслах первой группы получается значительная выгода. Далее. Также помимо разрушения на приборе ОСДН-2Т было проведено разрушение на приборе БОШ. И также были взяты данные у компании Ивони, где они загущали базовые масла 1, 2, 3 группы. Также с полиметагрилатными загустителями в сравнимых концентрациях. И также проводились у них испытания на БОШ. Из полученных данных видно, что ОСДН-2Т и тест БОШ показывают сравнимую степень разрушения. И мы можем сделать вывод о том, что ОСДН-2Т является аналогом теста БОШ, являясь при том более дешевым и более доступным методом. В ходе проделанной работы были получены выводы, которые вы можете видеть на экране. Спасибо за внимание. Класс вязкости по 32, потому что у нас в классификации по ГОСТ идет разделение гидравлических масел на 10 классов по вязкости. И 32 является одной из них. Гидравлические масла, которые попадают в этот класс вязкости, имеют вязкость от 28,8 до 35,2 при 40 градусах Цельсия. По температурам застывания базовая масса ИВ-12 имеет температуру застывания минус 25, ВИЧВИА-4 минус 15 и ВИЧВИА-2 минус 45. Почему это все равно вы решили, что они не используются? С МГ-10, потому что только в ГОСТе МГ-10 присутствует такой параметр, как разрушение на установке УЗД. ВИЧВИА-2 минус 15 и ВИЧВИА-2 минус 15 и ВИЧВИА-2 минус 15. Там все-таки под концентрацию зависит от газа. и а а а петербург трат а а ну у нас в зависимости от ну ну практически одинаково в вашем случае что не обязательно мы должны как коррелировать да то есть главная цель у вас работы в чем как ну мы провели как бы разработку наших металлических масел провели опыты и опыты на УЗДН и как раз на БОШе и вот тут как раз корреляция данных произошла то что УЗДН 2Д и тест БОШ они показывают сравнивать с равной степень деструкции с с с с с Продолжение следует... 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 Продолжение следует...